Продолжение следует... Продолжение следует... Audi Q7 на обзоре. 333 лошадиных силы, 3.0 бензин, TFSI и плагин гибрид. Вот, ну, хоть машинка и огромная, конечно, но довольно-таки ощутимая мощность. Довольно неплохо. Динамика хорошая. Достаточно было нажать педаль в пол и мы уже ушли до 110. Это S-Line. Руль с намеком на спорт. Есть проекция на лобовое стекло. Очень хочется отметить эту навигацию. Это, наверное, из лучших, которых я видел. Может, здесь настроен вид, я не знаю, но до этого были какие-то не очень. Это мне нравится. Она красивенькая такая. Вот, работает неплохо. Ну, честно, я бы сказал, Q7, ну... Я хоть и думал, что мне это не будет нравиться. Потому что я больше фанат таких вот этих 4,2 литра стареньких, да. Но это со своими 333 лошадиных силы мне нравится. Но я ожидал худшего, если честно. Ага. Здесь ограничение 30, короче. И оно меня даже, ну... Я хоть и пытаюсь нажать педаль газа, да, но меня не пускает. Или мне так кажется, или... Или так... Какая система безопасности. Да, точно. Вот здесь ограничение 50, да. И, то есть, если я жму педаль в пол, она едет. Да, и вот там ограничение 50. Не, ну, хотя... Может быть, я ошибаюсь, конечно. Здесь она переключилась и едет. Но, вполне возможно. Я не удивлюсь, если это такая безопасность. Вот. На электро оно, конечно, слабовато. Но стоит переключить в этот спорт режим, да, включается бензин. И тогда открываются все... Все приколюхи. Вот, да. То есть, заметно сразу. Все это мощность. Так, камера задняя видна в наличии. Задний вид. Неплохое изображение. Стоит поставить в обычный, в режим D. Сразу слышно звук мотора электротяги. Ну, очень-очень близко по звуку Caudi e-tron. Возможно, даже идентично. Сам вот этот электромотор очень похож. Включаем спорт. Включается бензин. Теперь у нас по... Ну, я так понимаю, тоже здесь есть этот буст, но... Я понятия не имею, как он там включается. Подвеска мощная. Неплохая, я бы сказал. Более чем. Что мы сделали не так? Где ошиблись? Чего не сделали? Ищут виноватых и прочая херня. И вдруг один говорит. Погодите. Когда мы готовили дело, мы просто сидели и рассказывали, блядь, анекдоты. А я назло возьму и проснусь. Налью себе апельсиновый джуз. Поклянусь, что ни во что не вяжусь. Если задержат, то я не задержусь. Котлы переведу на час назад. Пусть идут, но не спешат. Пусть по венам течет, терять не хочу. Но если ранен в плечо, мне по плечу. Я залечу, забью и залечу. Моя жизнь как угловой удар по мячу. То навешу, то закручу. То чаевые, то недоплачу. Руки в прачечную сдавая. Не отмоют, подозреваю. Если конфликт назревает из-за пары тысяч. Выдавлю назревший конфликт, как прыщ. А я родился не позавчера. Буду честным. То есть, ну, Q7 Это Q7. Я не знаю, легендарная ли для вас эта машина или нет. Лично для меня это достаточно сказать Q7 и я буду знать, о какой машине идет речь. Очень большой багажник. Сервопривод. Никаких не пищит, не звенит, ничего. Салон. Кожа с велюром. Очень мягко. Очень много места. Все шикарно. Просто балдежно. Просто жизнь удалась. Места нереально много. Чтобы вы понимали. Ну как. Может, не это носили, но... Вот. То есть, колено не упирается. Колени не упираются. Сижу я спокойно, свободно. В таком бобике, короче. Потом, что тут? Кнопочка там. Кнопочку нажимаю. Такой подлокотничек. Эту кнопку нажимаю. Здесь подстаканничек. Чик. Тоже кожа. Мягко. Удобно. Закрываем. Здесь есть эти. Что-то она не работает. Хрень это, короче. Ну, подголовники тоже неплохие. Сидения. Кожаные. Сидения такие. Твердые, жесткие. И эти тоже жесткие. Такие, хорошо сделаны. Сидения. Не знаю, блядь. Чего она у меня не сдвигается. Ни вперед, ни назад. Почему, не пойму. Попытка 2. Не, нифига. Но мне не дается. Я не понимаю, в чем прикол. А ну-ка, сейчас. Короче, я понял, как работает это. Издвигание сидений нужно здесь потянуть, а здесь сзади двигаем. Что вполне, в принципе, естественно, да? Ну, ничего, нормально. Здесь кожа. Можно руку положить. Элементы алюминиевые. Здесь большой динамик. Ручка алюминиевая. Здесь пупельница. Сиденье регулируется электроприводом. Вперед, назад. Куда надо. Куча всяких режимов. Тоже здесь велюр. Такая штука хорошая. Крепкая. Бардачок. Бардачок большой. Там мы видим фильтр. Так, давайте проверим моторное отделение, как оно выглядит. Вот. Уф. Да, это, конечно, большой движок. Что-то, как в районе Порше. Каен. Купе. Ну, тоже идет все. Вольцваген. А, да. Кстати, это собрано в Словакии. Они собираются. Все Q7. Мы, я так понимаю, это словацкая сборка. Ну, и здесь написано Made in Slovakia. Ну, и в интернете я читал, что все они идут со Словакии собираются. Вот так вот. Петли идут две. Так. А ну, попробуй с одного раза. Вот. Это первая машина, которая с одного закрылась. Подлокотник водителя интересный. Вот. Можно его просто открыть, да. А можно... Вот. Сдвигается чик. То есть это четкая. Реальность, реальность. Не вдаль, но на дальность. Медаль за ментальность. Как есть. Реальность, реальность. Не вдаль, но на дальность. Медаль за ментальность. Как есть. А так и есть. От ноты до до ноты ля. Бля, нас не поймать на мотыля. Эй, ромалка, нагадай нам лям. Ну, или просто сдвинуться с нуля. Пуля дура, пуля с низким IQ. Ватной палочкой счастье кую. Если жизнь егэ, то я для рая туповат. Так что я туповат. Туфляр, тюолизм. Рыальность, реальность. Туфляр, тюко! Туфляр, тюк! Туфляр, тюфляр. Тesten. Тиэн. Тиэн. Тсиэн. Туфляр. Туфляр. Субтитры сделал DimaTorzok Довольно-таки внушающий Там что-то в районе 250 или 235 миллиметров Можете видеть изображение на камере Довольно-таки хорошее качество Очень неплохая динамика Даже без газа в пол Подвеска довольно хорошая Шумы даже не слышно, можно сказать, шума Так, вот камера заднего вида А, вот есть картинка 3D автомобиля Да, и вот можем и видеть Изображение Вращаем рулем На дисплее тоже вращается Дальний, ближний, свет, все Аварийка Все это отображается на мониторе При движении назад включается электромотор Такая приколюха в общем Субтитры сделал DimaTorzok В общем Данный аппарат С приводом Quattro Честно говоря, ну Впечатляет Это я еще Не пробовал отключать ESP Вот Ну Не, пожалуй, лучше не будем Рисковать Но в целом Конечно, машинка такая Интересная, большая Массивная Вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 Изначально Сработал Омыватель фар Но Теперь я не могу включить Ну, как минимум, фары чистые, могу сказать В целом Машинка прикольная Конечно Здесь немного, конечно Что-то как-то плохо продумано Резинка Она так Мне кажется, здесь надо Немного больше уплотнителя Ну, если не сильно хлопать Конечно А, ну тут, наверное Надоводчика нет Вот так Вот так надо закрывать двери Потому что будет как в маршрутке Ну, вот Допустим, здесь Это не дозакрыл Вот закрыл Ну, то есть Небольшой усилий надо Так И здесь у меня На Короче Вот там Идет такой Сигнализатор В общем Или машина Проближается Или дверь Ну, допустим Сейчас попробую Сейчас Под люка А если так Не, ничего, короче Ладно Надо попробовать Динамику Разогона Если можно Это так назвать Вот что Так, ну что Сейчас попробую Выехать на Автомаэстрали Так Скажет Сказать Динамику Разгону Посмотреть Да Выезжаем На Маэстраль В общем Есть безопасность Есть предупреждение Что Спереди Помеха Автомобиль Есть Также Есть контроль Полосы Что очень Помогает Ну и постоянно Безопасность Не дает Разогнаться Постоянно Я как бы быстро Едешь Горанчение 100 Я Разогнался До 140 Постоянно Пишет Пишет Что Очень быстро Вот То есть Лучше Сильно Не играться Вот Вот По поводу Этого Сигнализатора Вот Вы видите Она Оранжевая Галит Вот Какая Машина Проехала Вот Ну Динамика Конечно Очень Жесткая Стоит Лишь Немного Нажать И Машина Просто Вырывает Вот Ну В целом Неплохой Учитывая Его Большие Размеры Габариты И прочие То есть Я считаю Ну Соответственно И вес То Я считаю Что Довольно Неплохо По поводу Динамики Даже Не хуже Чем Тот Самый Етрон Учитывая То Что Етрон Полностью Электрический Но Даже Можно Сравнить С Audi A7 По динамике Читывая Даже Такой Не просто Кроссовер А Легкий Вернее Тяжелый Уже Внедорожник Так что Я думаю Нормально Вполне Время Время Да То есть Один звук Чего Стоит Руль Конечно Крутой Спортивный Такой Руль Мне нравится Динамика Охренительная Просто Динамика Тяжелеты Тяжелп Охренительная Динамика Охренительная ДИНАМИКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok